Дорогие друзья! Самое главное свое творение, самое совершенное. Но как это сделать? Ну, конечно, позаимствовать лучшее у каждого из своих созданий. Взял тогда создатель гибкое тело змеи, покрыл его рыбьей чешуей, дал ему лягушачье брюхо, лапы и хвост тигра, добавил коровьи уши и рога оленя. Вышло животное на славу, большое, красивое, гордое, и назвал его создатель драконом. «Знаешь ли ты, дракон, — сказал он своему новому творению, что ты лучшая из всех существ на земле, самое большое, самое красивое, самое сильное. Тебе подчиняются все четыре стихии — земля, вода, воздух и огонь. Ты можешь вызвать дождь и молнии, взмывать в небеса, опускаться на морское дно. Все тебе подвластно, всем ты хорош. Посмотрел дракон на свое отражение и остался очень с собой доволен. Вижу, что я самый красивый и большой, но как доказать всем, что я самый сильный? Потом подумал немного и сказал. Я понял, что для этого нужно. Сначала я пошлю на землю сильный дождь. Он затопит все поля и уничтожит посевы. Потом я позову огонь. И тот съест и деревья, и дома. Последнее, что я сделаю, устрою сильнейший смерч, и он разнесет пепел по свету, чтобы от всего живого не осталось и следа. Тогда все увидят, какой я сильный. Все увидят, какой ты слабый. Дракон, — возвратил создатель, — ты покажешь, что не справился с этим миром и разрушил его. После тебя не останется даже пепла. Какая в этом сила? Ты попробуй сам что-нибудь сотворить. Тогда все и увидят, какой ты могущественный. Понял дракон, что сила в добре, милосердии, созидании. И принялся за дело. Разогнал ураганы, в засуху пригонял тучи, посылал на землю дождь, изменял русло рек, если посевам нужна была вода. Люди, завидев дракона, радовались, ведь он приносил им счастье и удачу. Какой ты сильный, — говорили они, — какой ты добрый. С тех пор дракона в Китае стали почитать. Его честь устраивают праздники, на которых его восхваляют и благодарят. А тот благодарит создателя, который сделал его таким сильным, добрым и мудрым. Субтитры создавал DimaTorzok